Вот уже четыре дня как минуло с момента, когда контейнеровоз Ever Given перегородил Суэцкий канал, одну из ключевых транспортных и логистических артерий мира. Новость резко всколыхнула российское экспертное сообщество. Чем дольше судно перекрывает Суэц, тем громче звучат голоса энтузиастов, уверенных в переделе рынка мировых морских грузоперевозок, в частности, они пророчат большой успех Северному морскому пути, далее СМП и Транссибирской железнодорожной магистрали. В данном материале я предлагаю вкратце ознакомиться с правдивостью таких заявлений и разобраться, имеет ли перспективу лоббирование использования Севморпути. Немного статистики. Количество кораблей, вовлеченных в Суэцкую пробку по состоянию на 26 марта. 143 корабля стоят на якоре в Горьком озере. 282 корабля находятся в порт Саиде. 3111 кораблей находятся в районе Суэца. В качестве главного тезиса рентабельности СМП звучит его меньшая протяженность в сравнении с Суэцем. По мнению энтузиастов, Китаю выгоднее было бы везти товары напрямую в Европу, минуя Индо-Тихоокеанский регион и Африканское побережье. Они, впрочем, не учитывают, что экономика морских перевозок не исчерпывается одной лишь протяженностью маршрута. Для грузов, транспортируемых по воде, скорость перевозки не столь уж критична. И когда речь заходит о расстоянии, то под этим термином подразумевается экономия топлива, достигаемая благодаря сокращению времени маршрута. Снижение цен на нефть, впрочем, сбило стоимость судового горючего, вследствие этого любой выигрыш от использования севморпути становится менее существенным. В свою очередь, активное маневрирование среди ледовых полей в разы увеличивают расходы топлива. Отдельно стоит сказать о том, что экономика транспортировки грузов крайне зависима от условий страхования, которые, в свою очередь, зависят от оценки рисков. Арктическое судоходство несет в себе множество подводных камней, связанных, в частности, с гарантированным обеспечением услуг, необходимых для судовождения. И речь идет отнюдь не только о рисках получить ущерб в случае столкновения со льдами. Требуется постоянная ледокольная поддержка, навигационная, гидрографическая, метеорологическая и таможенное сопровождение кораблей. Севморпуть крайне жестко привязан к количеству и рабочей активности ледоколов, а это несет в себе серьезные дополнительные риски. Если судно ледореза не окажется в нужное время и в нужном месте, то сухогрузы будут вынуждены простаивать, подобно тому, как это происходит сейчас. Не менее важным элементом привлекательности морского маршрута является хорошо развитая портовая инфраструктура. Для современных контейнерных перевозок важны не столько скорости расстояния, но и соблюдение графика. Темп, продвижение судна, в свою очередь, зависит от условий доступности подходов к портовой инфраструктуре, лоцманской поддержке швартовки, техническом обеспечении порта. Это, конечно же, не только погрузка и выгрузка кораблей, но и возможность пополнить припасы, провести бункеровку, обеспечить ремонт и нанять дополнительных членов экипажа. Таким образом, морская логистика жестко привязана к хорошо развитой портовой инфраструктуре, способной обеспечить весь необходимый спектр услуг, это и позволяет сократить количество рисков, связанных с задержками судна. На сегодняшний же день Севмарпуть имеет лишь один глубоководный порт, Мурманск. СМП не славится и простотой условий судовождения. Непростая система морей и проливов со сложной ледовой обстановкой чрезвычайно сильно влияет на выбор маршрута. Например, проливы, через которые проложен Севмарпуть, серьезно ограничивают осадку и тоннаж кораблей, которые могут проходить через них. Так, глубина пролива Карские ворота 21 метр, а пролива Санникова 13 метров. По этому маршруту могут пройти контейнеровозы вместимостью не более 4500 тю. 20-фут эквивалент юнит. Условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств. Часто используется при описании вместимости контейнеровозов и контейнерных терминалов. Основана на объеме 20-футового 6,1 метров интермодального ИСУ-контейнера. Первооткрыватель Севмарпути, датский контейнеровоз Вентамерск, преодолевший транспортную артерию в 2018 году с грузом мороженой рыбы и электроники, имел вместимость 3600 тю, данный показатель существенно меньше вместимости большинства судов, ежедневно проходящих через Суэцкий канал. В данный момент самым распространенным в мире типом контейнеровозов является Панамакс-класс вместимостью от 5000 до 12000 тю, и это не говоря о гигантах триполы-класс, рассчитанных на 18200 тю, даже если предположить, что подобное судно окажется в Арктике. Проливы теоретически можно углубить, как и создать сеть северных портов, ему потребуется сопровождение минимум двух ледоколов для успешного прохода через Севмарпуть. Самый, пожалуй, главный вопрос состоит в другом, что транспортировать через СМП. Специалисты говорят, что арктический путь полноценной заменой южным морским маршрутом быть не может, температурный режим не допускает перевозки большей части товаров, следующих Суэцким каналом, а вопрос инфраструктуры встает во весь рост под совершенно неожиданным углом. Контейнеровозы, следующие из Юго-Восточной Азии в Европу, имеют по несколько остановок в портах на пути следования, где они проводят выгрузку и погрузку товаров. Например, если вести речь о промышленной продукции КНР, то на долю Европы в морских перевозках выпадает менее 20% от общего объема проданных грузов, на Северную Европу около 3%. Более 50% от общего торгового оборота составляет Тихоокеанский регион, а оставшаяся доля китайского импорта и экспорта идет в США. Севмарпуть, в свою очередь, не обладает портами, в которых можно закупать и продавать промышленные товары, а сырье, нефть, газ и рыба вывозятся в рамках существующей инфраструктуры. Действительно, широкие перспективы имеют наши железнодорожные транспортные пути. Так, например, за прошлый год из-за скачков стоимости морского фрахта контейнерные перевозки по Трансибу выросли на 15%. В связи с этим была активно задействована и Байкало-Амурская магистраль. Имеются планы по ее расширению и строительству второй ветки, но дальнейшее расширение объемов транспортировки грузов ЖД сталкивается с ограничениями пропускной способности. И кардинального решения данной проблемы в ближайшее время не предвидится. Подводя итоги, следует сказать, что России, безусловно, необходимо вести дальнейшие работы по улучшению привлекательности морских перевозок Севмарпутем. У этого предприятия, безусловно, есть немалые перспективы, пусть и имеющие вполне конкретные ограничения, которые не позволят СМП стать равноценной заменой Суэцкому каналу, так или иначе, непростые климатические и географические условия арктического маршрута накладывают немалые сложности, которые, впрочем, при разумном подходе, не помешают извлекать экономическую выгоду для нашей страны.